Третье соборное послание Третье соборное послание Третье соборное послание Третье соборное послание Свидетельствуем также и мы И вы знаете, что свидетельство Наша истина Многое имел я писать Но не хочу писать к тебе чернилами И тростью А надеюсь скоро увидеть тебя И поговорить устами к устам Мир тебе Приветствуют тебя друзья Приветствуй друзей Поименно Аминь Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Луки Святое Благовествование И когда приблизился к Вифагии и Вифании К горе, называемой Елеонскую Послал двух учеников своих Сказав Пойдите в противолежащее селение Войдя в него Найдете молодого осла Привязанного На которого никто из людей Никогда не садился Отвязав его Приведите И если кто спросит вас Зачем отвязываете Скажите ему так Он надобен Господу Посланные пошли И нашли Как он сказал им Когда же они отвязывали Молодого осла Хозяева его сказали им Зачем отвязываете осленка Они отвечали Он надобен Господу И привели его к Иисусу И накинув одежды свои на осленка Посадили на него и Иисуса И когда он ехал Постилали одежды свои по дороге А когда он приблизился К спуску с горы Елеонской Все множество учеников Начало в радости Велегласно славить Бога За все чудеса Какие видели они Говоря Благословен Царь Грядущий во имя Господне Мир на небесах И слава в вышних И некоторые фарисеи Из среды народа Сказали ему Учитель Запрети ученикам твоим Но он сказал им в ответ Сказываю вам Что если они умолкнут То камни возопьют Настал же день опресноков В который надлежало Заколать пасхального агнца И послал Иисус Петра и Иоанна Сказав Пойдите Приготовьте нам есть Пасху Они же сказали ему Где велишь нам приготовить Он сказал им Вот при входе вашем в город Встретится с вами человек Несущий кувшин воды Последуйте за ним в дом В который войдет он И скажите хозяину дома Учитель говорит тебе Где комната В которой бы мне есть Пасху С учениками моими И он покажет вам горницу Большую устланную Там приготовьте Они пошли и нашли Как сказал им И приготовили Пасху И когда настал час Он возлег И двенадцать апостолов с ним И сказал им Очень желал я есть с вами Сию Пасху Прежде моего страдания Ибо сказываю вам Что уже не буду есть ее Пока она не совершится В Царстве Божием И взяв чашу И благодарив Сказал Приимите ее И разделите между собою Ибо сказываю вам Что не буду пить От плода виноградного Доколе не придет Царствие Божие И взяв хлеб И благодарив Преломил И подал им Говоря Сие есть тело мое Которое за вас Предается Сие творите В мое воспоминание Так же и чашу После вечери Говоря Сия чаша Есть новый завет В моей крови Которое за вас Проливается И вот рука Предающего меня Со мною За столом Впрочем Сын человеческий Идет По предназначению Но горе Тому человеку Которым Он предается И они Начали спрашивать Друг друга Кто бы Из них был Который Это сделает Был же И спор Между ними Кто из них Должен Почитаться Большим Он же сказал им Цари Господствуют Над народами И владеющие Ими Благодетелями Называются А вы Не так Но кто из вас Больше Будь Как меньший И начальствующий Как служащий Ибо кто больше Возлежащий Или служащий Не возлежащий ли А я посреди вас Как служащий Но вы Прибыли Со мною В напастях Моих И я Завещеваю Вам Как завещал Мне Отец Мой Царство Да едите И пиете За трапезу Моею В царстве Моем И сядете На престолах Судить Двенадцать Колен Израилевых И сказал Господь Симон Симон Все сатана Просил Чтобы сеять Вас Как пшеницу Но я молился О тебе Чтобы не Оскудела Вера твоя И ты Некогда Обратившись Утверди Братьев Твоих Он отвечал Ему Господи С тобой Я готов И в темницу И на смерть Идти Но он Сказал Говорю тебе Петр Не пропоет Петух Сегодня Как ты Трижды Отречешься Что не Знаешь Меня И сказал Им Когда я Посылал Вас Без мешка И без Сумы И без Обуви Имели ли вы В чем Недостаток Они отвечали Ни в чем Тогда он Сказал им Но теперь Кто имеет Мешок Тот Возьми его Так же И суму А у кого Нет Продай Одежду Свою И купи Меч Ибо Сказываю Вам Что Должно Исполниться На мне И сему Написанному И к злодеям Причтен Ибо То Что О мне Приходит К концу Они Сказали Господи Вот Здесь Два Меча Он Сказал Им Довольно И И выйдя Пошел По обыкновению На гору Елеонскую За ним Последовали И ученики Его И Ибысь Яков Приближися Вифагию И Вифанию Горе Нарица Ими Елеон Посла Два Ученик Своих Глаголя Идите Прямную Весь И в Нюже Входяще Обрящета Жребя Привязана На неже Никто же Николижа Человек В седе Отрежше Е Привидита Яши Кто Вы Вопрошает По Что Отрешает Си Цар Цит Ему Яко Господь Его Требует Шедше Посланное Обритост Яко Жрече Има Отрешающе Може Има Жребя Рекоши Господи Его Книма Что Отрешаете Жребя Он Жрекост Яко Господь Его И Привидост Яко Иисусови И Возверши Ризы Своя На Жребя Всадиша Иисуса Идущи Же Ему По Стилаху Ризы Своя По Пути Приближающую Жеся Ему Уже Абия К Нисхождению Горей Елеонстей Начаша Всем Множество Ученик Радующийся Хвалите Бога Гласом Велием О Всех Силах Яже Видиша Лаголюще Благословен Гряды Царь Во имя Господне Мир на небеси И слава Вышних Инец От Парисея От Народа Реша К Нему Учителю Запрети Учеником Твоим И Отвещав Речеем Лаголи Вам Яко Аши Сии Умолчат Камени Возапиет Приди Же День Апреснок Вонь Же Подобно Бе Время Жрете Пасху И Посла Петра Иоанна Рек Шедше Уготовайте Нам Пасху До Он Жрете Им Все Восходящими Вам Обоград Срящат Вы Человек Скудельницы Воду Нося По Нем Иде Тов Дом Вонь Же Входит Ирце Тов Дом У Влады Це Глаголит Тебе Учитель Где Есть Обитель И Деже Пасху Со Ученики Моими Снем И Той Вам Покажет Горницу Велию Послану Ту Уготовай Та Шедше Абрито Сто Яко Жрече Има И Уготово Сто Пасху И Игда Бысь Час Возлеже И Оба Надесяти Апостолы С ним И Рече К ним Желанием Вожжили К сию Пасху Ясти С вами Прежде Даже Не Приему Мук Лаголю Бо Вам Яко Отсели Не Им От Ясти От Него Донди Жа Скончаются Во Царствие Божие И Приим Чашу Хвалу Воздав Рече Приимите Сию И Разделите Себе Глаголю Бо Вам Яко Не Имам Пите От Плода Лозного Донди Жа Царствие Божие Приидет И Приим Хлеб Хвалу Воздав Приломи И Дадей Им Глаголе Сие С тело Мое Ежезавы Да Ему Сие Творите Мое Воспоминание Так Ужде Жа И Завет Моею Кровию Я Жазавы Проливается В Ваши Се Рука Продающего Мясо Мною Есть На Трапезе И Сын Уба Человеческий Идет Пореченному В Ваши Горе Человека Тому Им Жа Предается И Ти На Чаши Искате В Себе Который Уба От Них Хотя Сие Сотворите Вы Же И Пряв Них Ким Ницей Быти Боли Он Жир Че Им Царь Язы Господствует Ими И Обладающие Ими Благодетели Налицаются Вы Же Не Так Но Боли Вас Да Будет Я Ком Ни И Старь Я Ко Служай Кто Боли Возлежай Ли Или Служай Не Возлежай Ли Аж Посреди Вас Есть Мя Ко Служай Вы Же Все Прибывшие Со Мною В напастях Моих Я Завещиваю Вам Як Уже Завещав Мне Отец Мой Царство Да Я Сти Пиете На Трапезе Моей Во Царстве Моем И Сядете На Престолих Судящих Обема Надесите Коленом Израилевом Рече Же Господь Симони Симони Все Сатана Просит Вас Да Высеял Як Пшеницу Аж Моликся Тебе Да Не Оскудеет Вера Твоя И Ты Некогда Обряжься Утверди Братью Твою Он Же Рече Ему Господи С тобой Готов Есть И В темницу И В смерть Ити Он Же Рече Глаголю Те Петре Не Возгласит Петел Днесь Донди Трикраты Отвержишься Мене Не Ведити И Рече Им Игда Послак Вы Без Влагалище И Без Меха И Без Сапог Едат Что Дишени Бысти Они Жереши Нечесожа Рече Ж Им Но Ныне Иже Имать Влагалище Да Возьмет Так Ужде И Мех А Иже Не Имать Да Продаст Ризу Свою И Купит Нож Лаголю Баван Яко Ище Писаная Сия Подобает Да Скончается У Мне Ежа И Собеззаконами Минися Ибо Ежа Мне Кончину Имать Они Жереши Господи Сеножа Сде Два Он Жерче Им Довольно Есть И 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 Лимонскую Понем Жи И Доша Ученицы Его До сих пор Я предлагал тебе Любезный читатель О четырех Орудиях Потребных тебе К одолению врагов В невидимой брани Как-то О ненадеянии На себя О надежде Непоколебимой На Бога О противостоянии Греху И борьбе с Ним И О молитве Теперь я хочу Указать тебе Еще На иное Некое Могущественное Всем деле Орудие А именно На Пресвятое Таинство Евхаристии Таинство Сие Как между Таинствами Есть Самое Высшее Так и В числе Орудий Духовных Есть Самое Сильное И врага Поразительное Четыре Орудия О которых Мы говорили Получают Силу Свою От благодатных Сил И даров Стижанных Нам Кровью Христовую Таинство 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 Стижанных 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 Скверных Стижанных 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 Чтобы Хоть Сколько Нибудь Подойти К Сему Потрудис Поглубже Напечатлеть В уме Своем Следующие Два Помышления Первое Как Неизреченно Радостно Всеблагому Богу Пребывать При искреннем Общении с нами Как Удостоверяет Само Священная Премудрость Говоря Радость Моя С Сым Человеческими И Второе Как Сильный Ненавидит Бог Грех И Потому Что Он препятствует соединению Его с нами, столь для Него желательному, и потому что Он прямо противоположен Божеским Его совершенствам. Будучи по естеству беспредельно благим и чистым светом и неизреченную красотою, не может Он не гнушаться безмерно грехом, который ничто иное есть, как крайнее зло, мрак, растление, мерзость и срамота в душах наших. И сие Божие нетерпение греха столь велико, что с самого начала Его все промыслительные о нас божеские деяния и установления Ветхого и Нового Завета направляемы были к истреблению Его и изглаждению следов Его, особенно же предивное страдание Спасителя нашего Иисуса Христа, Сына Божия и Бога. Некоторые богословы и учители говорят даже, что если бы потребовалось, то Господь Иисус готов был бы подъять тьмы других смертей для уничтожения силы греха. Так преследует Его божеское негодование. Уразумев из таких помышлений и созерцаний, сколь великое имеет Бог желание внить и в сердце Твое, чтобы в конец победить там Твоих врагов, коей суть и Его враги, ты не можешь не ощущать в себе живого вожделения, приять его, да совершит Он в Тебе такое действие и самым делом. Водушевившись же таким образом полным мужеством и восприяв дерзновение от верного надеяния, что в Тебя может прийти небесный архистротик Твой Иисус, вызывай почасту набрань ту страсть, которая тебя беспокоит и которую желаешь преодолеть, и поражай ее ненавистью, презрением и отвращением, восстановляя в то же время в себе молитвенные желания, противоположные ей добродетели с готовностью и на соответственные тому дела, такие именно и такие. Вот что следует делать Тебе вечером пред причащением. Утром же, немного прежде святого причастия, пройдя одним взором ума все увлечения, неправости и прегрешения, содеянные Тобой со времени предшествовавшего причащения доселе, помянув при том, с каким бесстрашием и ослеплением все сие делалось, как будто и не было у Тебя Бога, Судьи и Воздоятеля, видевшего Тво, и чтобы избавить Тебя от таковых дел, подъявшего страшные страсти и поносную смерть на кресте, которые Ты попирал, когда, склонясь на грех, срамные похотения свои ставил выше воли Бога, Спасителя Твоего. Стыдом да покроется лицо души Твоей, при сознании такой неблагодарности и такого бесстрашия. Однако же не попусти себя потоплену быть от смущения при всем, и всякое безнадежие далеко от жене от Тебя. Все, долготерпеливый Господь, преклонясь на милость раскаянием Твоим и изъявленную Тобою готовностью служить от сели Ему единому, паки грядет в Тебе и в Тебя, чтобы безмерной бездной благости Своей потопить и поглотить бездну неблагодарности Твоей и Твоего бесстрашия и маловерия. Приступи же к Нему со смиренным чувством недостоинства, но и с полным благонадежием, любовью и преданностью, уготовляя Ему в сердце Своем пространную скинию, да вселится Он весь в Тебя. Как и каким образом? Изгнанием из сердца всякого помышления о чем-либо тварном, а не только пристрастии и сочувствия к тому, и заключением доверия Его, да не внидит в Него ничто и никто, кроме Господа. По причащении же святых тайн войди тотчас в сокровенности сердца Своего и, поклонившись там Господу, с благоговейным смирением, простри к Нему мысленно такую беседу. Ты видишь, всеблагимый Господи, как легко впадаю я в грехи на пагогу себе, и какую силу имеет надо мной борющая меня страсть, и сколько сам я бессиленно освободиться от нее. Помоги мне, и усиль бессильные усилия мои, или паче сам восприими оружие мои, и ими, вместо меня поразив конец сего неистового врага моего. После сего, наконец, обратясь к небесному Отцу Господа нашего Иисуса Христа и нашему, вместе с Ним в тайнах сих благоволением Своим в Тебя дни шедшему, и к Духу Святому, благодатью Своей Тебя возбудившему и приготовившему к приятию тела и крови Господних, и по принятии их теперь обильно Тебя осеняющему, поклонись Богу сему единому, в Троице Святой славимому, и нам благодеющему, и воздав благоговейное Ему благодарение за великую к Тебе милость в сей момент явленную, как дар некой, предложи непреклонное решение, готовность и порывы к борьбе со своим грехом, в чаянии преодолеть его силою единого Бога Триипостасного. Ибо ведай, что если не будешь употреблять всех своих усилий к преодолению своей страсти, помощи от Бога не получишь. И если усиливаясь всеусердно, на дни своей силы надеешься, успеха никакого иметь не будешь. Усиливаться усиливайся всеусердно, но успех ожидай от одной помощи Божией. Придет, несомненно, помощь, и, сделав Твои бессильные усилия всесильными, подаст Тебе удобную победу над тем, с чем борешься. Живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи Везаступник Моисий, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавят Тя от сети ловчей и от слави семя тежно. Плечма своему осенит Тя и под крыле Его надеешься. Оружим обыдет Тя истинно Его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей бесополуденного. Падет от страны Твоя Тысяща и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. О, бача отчима Твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши. Яко Ты, Господи, упование Мое, Вышнего, положилось и прибежище Твоим, не придет к Тебе зло и рано не приближится те лиси Твоему. Яко ангелам Своим заповестье Тебе сохраните Тя во всех путях Твоих. На руках возму тяда никогда преткнешься камень ногу Твою. На аспиды Василиска наступишь и поперешь и льва и змея. Яко наме упова и избавлю и покрыю и, як опозна имя Мое. Воззывет ко мне и услышу Его, с ним есть скорби и зму Его и прославлю Его. Долготую дни исполню Его, явлю ему спасение Мое. Воздуй Го, Хочи Мои в горы, отнюдь уже прийдет помощь Моя. Помощь Моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дающего смятения ноги Твои, я ниже воздремлет, храняй Тя. Все не воздремлет ниже уснет, храняй Израиля. Господь сохранит Тя, Господь покров Твой на руку десную Твою. Во дни солнца не ожет Тебе ниже луна ночью. Господь сохранит Тя от всякого зла, сохранит душу Твою, Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради бесприкладного милости Твоей, я никак уже разлучаюсь от Твоих рабов, но признав них почивая, не оставим я раба Твоего, все святые царю, но дашь мне недостойному радование и спасение Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью Креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умери и нозимы и сохрани от поползновения, и не погуби миса беззакония моими, благи Господи, но искуси мя Божие и в разуме сердце мое, испытай мя и уверь, стези моя и верь, ащи путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави меня на путь вечен, ты боишься путь и истина и живот, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и пресно и во веки веков, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok